Доброе утро, товарищи! Сегодня мы поздравляем с днём рождения. Анангелу Ильину Станиславовну, контролёра кассира секции предмета мужского туалета. Коврову Анну Ивановну, гладельщицу универмага. Когда создавался этот мир, по неизвестным для нас причинам он разделился. На чёрные и белые, на моря и пустыни, на мужчин и женщин, на продавцов и покупателей. Но одни контрасты мира творит природа, другие порой искусственно создаём мы сами. Внимание! Через пять минут наш универмаг открывается. Товарищи продавцы, займите, пожалуйста, свои рабочие места. Желаем вам отличного настроения в новом трудовом дне. Говорят, когда женщина переступает порог большого универсального магазина, зрачок её глаза увеличивается в два раза. Ежеминутно в нашей стране происходит почти полтора миллиона встреч на уровне покупателей-продавецов. Продавец и покупатель. Какая симфония отношений, какая палитра, сколько оттенков чувств. Подчас здесь бушуют поистине спортивные страсти. Минский универмаг «Беларусь» – игровое поле, где ежедневно встречаются две команды. Продавцы. Почти полторы тысячи профессионалов высокого класса. Форма одежды строгая. Команда играет, как правило, стабильно, применяя систему один за всех, все за одного. И покупатели. Количный состав – 50 тысяч игроков ежедневно. Команда выступает без капитана, без формы, но каждый игрок в ней обладает виртуозной индивидуальной техникой. Уважаемые мечей и гости нашей столицы. Вас приветствует самый большой и самый современный в республике универмага – Беларусь. На четырех этажах подготовлены самые различные товары, которые размещены в пяти отделах по продаже товаров потребительского спроса. На первом этаже. Наше сердце работает по методу самообслуживания. Это обеспечивает вам, уважаемые покупатели, свободный доступ к товарам, а также высокий уровень обслуживания со стороны продавцов и консультантов. Надеемся, что посещение нашего универмага доставит вам много приятных минут. Каждый день мы входим в магазины. Большие и маленькие, фирменные и не очень. Каждый день мы, покупатели, оказываемся лицом к лицу с торговлей. И, возможно, уже недалеко то время, когда на все вопросы покупателей наши продавцы будут отвечать – пожалуйста, конечно, все, что угодно для души. Возможно. Но зависит ли это только от торговли? А может быть и от нас с вами? Делайте передачу. Непрочное. И вот, как вы учите, финальная и ее романтик закончен. Редактор субтитров А.Семкин